Маска и перчатки Синьор, вы говорите, что ваша дочь душевно больная? Да. Пандора сильно изменилась после гибели моего брата Луиса Филиппе. Ее так потрясла его смерть, что она никак не может оправиться. Странно. Конечно, смерть близких тяжелое испытание, но со временем острая боль уходит. А как умер этот синьор? Несчастный случай. Но я предпочитаю об этом не вспоминать. Меня очень беспокоит Пандора. Печально то, что эти приступы стали повторяться чаще и чаще. Какая жалость, правда? С виду она совершенно нормальная. Никогда не скажешь, что она больна. Уже много лет, и похоже, этот кошмар никогда не закончится. Ну, наверное, ей лучше, когда она встречается с друзьями. Или с женихом? С женихом? Нет. У Пандоры никогда не было жениха. Да с таким характером это и невозможно. Ты же видел, пришлось ее усыпить, чтобы успокоить. А завтра она проснется и абсолютно ничего не сможет вспомнить. Ну, вот беда, ты не дотрогай. Меньше всего я ожидал, что у тебя винтиков не хватает. Но не переживай, я их сам тебе вставлю. А если не получится, то избавлюсь от своих, чтобы мы с тобой были похожи. Что бы вы здесь ни нашли, я ни в чем не виноват. Большое спасибо, но это мне решать. Ты лучше скажи, где был позапрошлой ночью? Позапрошлой ночью? Да, приблизительно между 11 и 12 часами. Думаю, что спал. Я очень рано встаю, и в это время всегда сплю крепким сном. Кое-кто утверждает, что ты вернулся домой далеко за полночь. Это как понимать? А может, ты лунатик? Нет. А кто это сказал? Не твое дело. Тебе это не касается. Ты лучше напряги памяти, вспомни, где был в это время и куда ходил. Еще раз повторяю, я спал. Говорю вам, никуда я не выходил, всю ночь провел здесь. Я в этом уверен. Значит, спал. Отлично. Знаешь, что меня беспокоит больше всего? Когда меня держат за дурака. Так что ты задержан, пока память к тебе не вернется. Давай, шевелись. Рады вам, комиссар. С большим удовольствием представляю вам моего генерала Сигунда Велинево Арисменди. Очень приятно, генерал. Несмотря на обстоятельства. Вы не возражаете, если я все здесь осмотрю? Черт побери. Вы все равно уже здесь. Хотя кому нечего скрывать, тот ничего и не боится. Надо же. А чей-то револьвер. Похоже, из него недавно стреляли. Мой генерал практикуется, чтобы меткость не потерять. А вы не скажете, как погибла эта сеньора? Сеньора звали Долорес Санчос. Надо сказать, в пансионе она пользовалась всеобщим почтением. А убили ее выстрелом в упор. Да. А какая связь между этим убийством и нашим домом? Именно это мы и хотим выяснить. Что может связывать Саса Ланс с вашей семьей? Мы подозреваем, что преступник искал другую жертву. Он собирался убить Саса. Есть только один человек, способный на все. Мошенница Олимпия. Арестуйте ее. Отправьте в тюрьму. Это из-за нее я вынужден жить затворником в четырех стенах. Она единственная виновата во всех бедах, обрушившихся на нашу семью. Я не могу. Глаза бы мои не видели этого копа. А я всегда говорила, что этот головорез – несчастный психопат. Да как он смеет подозревать, что среди нас убийца? Любимый он родился, чтобы портить нам жизнь. Возмутительно. Этот тип злоупотребляет своей властью, не считается с людьми. Это все из-за комплексов. Он же бандит. Гладранец безродный. Но со мной он просчитался. Я не собираюсь смотреть, как он издевается над моей семьей. Подожди. Ты куда, милый? Буду ходить за этим типом по пятам, пока он, наконец, не покинет наш дом. Я уйду отсюда, когда посчитаю нужным. А что случилось с Рокки? Этот гражданин поедет со мной в участок. Как это понимать? Почеку. Убили мою старушку Долорес. Сочувствую вашему горе, синьорита Ланс. Я об этом не знал. Я ездил в провинцию по делам. А к вам пришел с хорошей новостью. С хорошей новостью? Почеку, это будет настоящим чудом. Я только что был в суде. Сегодня должны вынести заключение о подлинности расписок вашей сестры. Нет, нет. Честное слово, давайте оставим все как есть. Я не хочу даже слышать об этом. Почеку, тоже мне хорошая новость. Ничего, кроме разочарования, нас не ждет. Вы сами это знаете. Да, знаю. Я в курсе того, каков будет вердикт. А о чем я хочу вам сообщить. Ты никого с собой не увидишь? Не горячись, Арестус. Надо выяснить, в чем дело. Этот человек злоупотребляет своей властью. Немедленно отпусти Рокки. Да не избавьтесь, Тон. Я один решаю, кто здесь останется, а кто нет. Нет, я не позволю тебя командовать в моем доме. Ты что, думаешь, Рокки убийца? Не беспокойся, Арестус. Я сам разберусь. Инспектор при исполнении своих обязанностей. Думаю, нам стоит содействовать ему. Мама, не вмешивайся. Это нас не касается. Ты пользуешься своей властью, потому что у тебя со мной личные счеты. Давай разберемся, как мужчина с мужчиной. Не боишься? В любое время, Вильянуэва. Но сейчас я на службе. Роме, похоже, сейчас они подерутся. А мне киска лучше слинять. Точно. Увидимся позже. Рокки никуда не пойдет, пока не приедут адвокаты. Дайте пройти. Да как этот жалкий полицейский смеет бросать мне вызов в моем собственном доме. Сеньора, советую вам не дергаться, если не хотите, чтобы я и вас арестовал. Не зарывайся. Только попробуй тронуть мою мать. Что здесь происходит? Это правда, доктор Пачеку? Вы знаете результаты экспертизы расписок моей мамы? Предполагаемых расписок твоей мамы. Только судья может решить, подлинные они или нет. А вы пришли нам рассказать, что знаете его вердикт? Из первых рук, сеньорита Вильянуэва. Доктор Пачека, и как же вам это удалось? Вы что, не только адвокат, но еще и колдун или медиум, как Ангелика? Нет, нет, моя прекрасная дама, ничего подобного. Просто у меня есть свои потайные тропы. В общем, один из работников сюда, мой друг. И он мне сказал, что результаты графологической экспертизы уже готовы. Боже, и что же выяснилось? Это был почерк моей мамы? Это правда, что она задолжала Олимпии? Ну не тяните же. Результат отрицательный. Отрицательный? Что это значит? Что эти расписки не были написаны рукой покойной Эваланс. Олимпия, ради бога, держи себя в руках. Ну зачем его хотят увезти? В чем его обвиняют? Мы не предъявили ему никаких обвинений, сеньора Вильянуэва. Это всего лишь обычное дознание. Ты это делаешь нам назло, Коренек. Ты явился в наш дом с единственной целью, унизить нас. И решил, что это будет Рокки. А почему не я? Почему не я? Объясни. Ради бога, Орестес. Вот увидишь, он побеседует с ним, и все прояснится. Я начинаю верить, что моя мать симпатизирует этому типу. Как женщину ее можно понять. Какое еще дознание? Этот шут превышает свои полномочия. Еще одно оскорбление, и я с удовольствием отправлю тебя за решетку. Хоть сейчас. Кореню, можно узнать, что здесь происходит? Комиссар, я задержал этого типа. У него нет алиби. Ерунда. Меня с кем-то спутали. Рокки.